Вторая карта матча Quincy Crew 4Zoomers в рамках Омега Лиги, это регион Америки И у нас появляется на сегодня новый герой, мы его не видели, это Акс Вчера Quincy Crew играли с Элдер Титаном Кэрри, здесь я думаю не будут с 4Zoomers экспериментировать с Quincy Crew вот настолько радикально Вчера не могли это позволить себе просто потому что соперник был уж больно слабый, но в этот раз 4Zoomers явно посильнее Следить за ходом развития драфта дальше, Руби Crystal Maiden, Crystal Maiden зачастила Во всех регионах мы видим необычайную популярность этого героя, в последний месяц точно Ну вот в Америке появляется он каждый день, это факт Да, интересно, на Акса будет посмотреть тоже Что с ним придумают, будут ли к нему какого-то специального персонажа представлять, может быть Кто там с Аксом вообще хорошо комбится Может какая-то Виверна на самом деле не так уж плохо смотреться Виндрейнджер пикается Непонятно пока куда На мид или на четверку Но мы будем предполагать, что на четверку, потому что ласпик у Quincy Crew и Вполне вероятно, что Они захотят Именно отдать Ну либо на мид, либо на кэрри Да, тут понятно, что у зумеров у них вот void spirit есть Если он пойдет в мид, то лучше эмбера поставить на центр Вот Ну и тогда там какого-то кэрри можно будет добрать Вообще времени мало остается Надо что-то придумывать О-о-о-о Так, ладно Ну сейчас будет бан антимема И ПЛ От команды зумеров Сто процентов Да, для антимема Кстати, супер фришная игра И void spirit, и Crystal Maiden Такие герои, которые антимага на самом деле не очень сильно бьют Эммага не... Правда Надо придумать какой-то вариант Если я эммаг не ПЛ, то кто? То кто тогда? Да я не знаю Он... У нас ребята Хаос Найтом играли Угу Но... Там такая как бы была на тоненького игра Хоть там Хаос Найт, конечно, разруливал по-жесткому Но мне всегда казалось, что вот ребята прям на грани На грани И могут, короче, у них там быть проблемы Может быть, конечно, ПЛ и не будут зумеры банить? Могут какой-нибудь секретный звена какого-то придумать Которого мы уже видели Там Аганим покупаешь, вот в Warquard Она можно без проблем прыгать И тут Вена тоже никто ничего особо-то и не сделает ПЛ вообще что-то в последнее время редко мы видим А лайфстилера забанили Ммм... Ну, вообще, неплохой, конечно Тоже был бы пик лайфстилера Может, сейчас зумеры Возьмут какого-то лишь рака просто на мид И ты ПЛ просто не захочешь брать Тоже очень мало времени у СВГ Ну, хардера, наверное, надо банить Какого-то такого сильного Забанили легионку Может быть, и захотят ПЛ и пикнуть Такой, как бы, легенький намек Есть Да, и сейчас зумерам, наверное, надо на харду взять Что-то такое, что цеплять может Потому что у них нет такого прям Плотного инициатора Можно опять кентаврам попытаться поиграть Его здесь не банили Не сказать, что на предыдущей карте Был прям как-то плохо Просто у него Ну, такая линия была не очень хорошая Против бестмастера Он там плохо постоял Некрадет Появляется у нас То есть это либо мид Некрадет Либо оффлейн Некрадет Пока не ясно В принципе, тут можно Посвапать линии Извините Пожалуйста Можно посвапать линии В этом и смысл Вот когда у тебя нет ластпика Ты берешь как бы такого мидера и хардера Которые там, если что, друг с другом меняются Пангольер, Квапа, Некрофос, Воид Спирит Там какой-то Бэтрайдер Все они могут там, если что, там как-то поменяться Там Магнус может быть даже тот же самый Могут поменяться лайнами И там выбрать для себя наиболее подходящее Ластпикается Фейслос Воид для Ивара Сказать, что это прям идеальный пик здесь Ну, не знаю Не могу, наверное Потому что получается в данный момент Что Фейслос Воид плюс Титан Стоят линию против Некрофоса и Рубика А в моем понимании Линия Некрофоса и Рубика Сильнее линии Фейслос Воид и Титан Ну вот Значит, линия Акс плюс Виндрейджер против... А, это мид Некрофос против Эмбир Спирита Считается, что Некрофос контрит Эмбир Спирита на миде Хорошо, тогда Рубик Воид Спирит против Вайда и Элдер Титана Это уже лучше Как бы для Вайда Вот, но тут в миде могут быть у Квина проблемы И на сложной линии Акс плюс Верка против ЦМки и Арквардена, да? Ну тут тоже, конечно, большой вопрос Насколько хорошо удастся Зуммерам отстоять Потому что Вроде бы как Виндрейджер достаточно мощный персонаж И поначалу-то прям Аркварден не может Спарк Врейсами заспамливать Ну, на личном скилле, конечно Ну, ладно У Евара должна быть комфортная линия Если он все правильно будет делать Плюс-минус комфортно Ну вот, и Акс Виндрейджер, я бы сказал 50 на 50, наверное С Варденом, с Эмкой Там, конечно, неприятно Ну, во всяком случае Там потом где-то на четвертых, на пятых ловлах неприятно Но первое время постоять там точно можно И если хорошо крипов подобивать Может быть даже там на пятом и на шестом Все будет в порядке Посмотрим, короче Пуджаник-то не пикнул Ну и отлично Так, а кэфы мы смотрели, кстати? Нет, не смотрели Разве? Ну тогда вот вам кэфы от наших партнеров Приматч 2.80 на зумеров 1.40 на квинси крю Посмотрим, чем закончится у нас это противостояние Тут тоже как бы у Гуннера получший герой Для своего матчапа А это новый сетик, да? На Водит Спирита Ой, не на Водит Спирита, на Эмбера Я не знаю форм Я не помню просто Сундук Ну да, 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 да По-моему новый Да Так, а тут у нас уже ФБшка может подъехать Непонятно По Т2 идти нельзя Больно два ореха залетело Конечно Несколько ударов от героев ХП наполовину Исчезла Crystal Maiden не уходит на базу Съедает очень много танго По итогу В левой части карты тут Эмбер Готов руну подворовать Может, получится Спешит И перекликнение Рубика Бой С уровень 25-го левела Рубик, если что Ну ладно Тут Водит Спирит Может вкачать Третий спел РНЖ и добивать Как бы Почему Фейтболт уберется На первом уровне Чтобы РНЖ и добивать Тут и так есть Кому это сделать Поэтому Наверное Это не столь страшно Акс идет на линию У нас со стиками Понятное дело Тут спама будет много От Crystal Maiden С Аркварденом Так же и УВР тоже стики Порошенко тут размениваются ХП на топе Перитом И у Титана классно Конечно Здесь Титан сильный персонаж На линии Просто Тут Надо как-то сейчас Еще может подстакать Нейтралов Выходит просто Со спины Бьет Рубика Да Пока и без нейтралов Получается 100 урона выносить А у Рубика Регена Очень много Поэтому пока для него Это страшно Манки с Форева Может быть Страшнее Здесь На ее вар Тоже надо им Левел 2 взять Только тяжеловато Размениваться Когда нет Таймволка Еще один Астрал Пролетел Сейчас пойдет Немножко побьет Титана его Испирита Главное здесь Не заиграться А то можно Получить Пикинэст Ладно Уровень 2 Есть у СВГ Продолжает бить Манки с Форева Жестко Жестко Выглядит Титана Конечно Надеется на таймблок Таймблок Прокает Есть эхо Стомп Но он отменяется Да Телекинезом Аки с Форева Погибает До этого Погибает Акс Еле живая Виндрейнджер Делает фраг На кристалл Мейдан И Аркварден Также умрет Феррик На развороте Красиво Красиво Цеми бой Прям Четко Все сделал Выждал момент Встал за дерево Нажал Феррик И убил По красоте Вода Остановится Резкий счет По всей Карте Фраги Произошли Не считая МИДа Возвращается Вниз Цемка После Фрейсбент Один По всей Видимости Приехал Снизу Несмотря на то Что произошел Фраг Даже два Фрага Аркварду Но Акс Много фармит Аркварду Аркварду Тяжеловато Только По таврам Грубо говоря Получается Свободно И комфортно Фармить И до Момента Пока Недовардила Цемка Не было Возможности Отводить Крипов Теперь Такая Возможность Появилась При этом Цемка Нашла Чужой Вард И Разрушила Собственно Сентри Потому что Поставила Так Чтобы Гарантированно Вард Найти Не так Давно Эту функцию Уничтожения Собственных Вардов Добавила Добавили Честно Я Первое Вижу Как Она Используется На Практике Не просто Тоже Смотри Проблемки В топе Тоже Власочки Прожимает Перекладывает Все Войд Спирит Качается Аркварден Правда Не так сильно Качается Как Войд Тут Сейчас Проспам Пойдет Серьезно Вард Вард Она Кончается Регенерация Погибает Чего Что там Произошло В топе Оттуда Переключился Там Секунд 5 Просто Шлейтовой Спирита Беднягу Били Били Я Уже Что-то Засыпаю Там Практически Сила Райт Клика Тут Понятное Способности Укриваешься Криви Нет На топе Чтобы Кроме Райт Клика Убивать Таймлок Если прокнул бы сейчас То там Титан Подошел Два удара Сделал бы И убили бы 100% Контроль Баунти Рун Побежал Титан Забирает Руну На треугольнике Микрофос Играет Без Ботла Понятно Эмбер С ботлом Очень хочется Пополнить Он Пополняет Его А Титан Возвращается На линию Пока У Ивар Все Очень хорошо Очень похоже Ситуация На предыдущую Карту Правда На предыдущей Карте У него Вместо Ассистов Фраги Были Здесь Пока Все Фраги За Титаном Перемещение От Верки Есть Вард Посмотрим Сейчас Может Вард Такой Будут Давать Много Информации Информации Будут Давать Немного Но И найти Жило Пауэр Шот Текл Шот Есть Ремнанты Так Мож Проспамить Че Может Быть И Хватило То есть В момент Шекла Три Ремнанты Нажать 300 Урона Плюс Резист Даже Ну Ладно Верка Ушла Оставляет Акса Одного Акса Тяжеловато Одному Акс Здесь Могут Сейчас И Убить Акса Агрет Надеется На то Что Контр Хеликс Будут Работ Постоянно Очень Грамотно Аркварден Отошел От Повершота Но В итоге Делает Хотя Была бы Здесь Верка Чуть Пораньше Безусловно Могла Быть МК Аркварден В таверне Оказаться Акс Долго Время Действовал Один На подходе Хроносфера Так что Нужно Быть Готовым К тому Что Возможно Там Пол ХП Вой Спирито Хроносферу Надо Ставить И Убивать Улетает Рубик И Видели Вроде Как Это Квинсик Рю Что Рубик Оказывается Сейчас На другой Линии Второй Стороневой Спирит Может В опасности Возможно Рубика Просто Выгоняет С линии Чтобы Вы Спирит По Экспелс А то С опытом Проблема Уровень 6 Тут Пачка На него Здоровая Сейчас Пойдет Должен Что-то Он Здесь Получить Все Так Но Поосторожнее Нужно Быть Там Войда 6 Уровень Если Нахарасить Как-то Войт Спирито Можно Захроносферу Попытаться Забрать В боте Какой-то Кипиш Проблемы У Акса Его Подморозили Хороший Стомп Но Ничем Не ответить Поваршю Мимо Там Кубий Там 200 Урона Почти У Титана Но Для Акса Это Уже Третья Смерть Хотя Он По-прежнему Давай Нетворс Я даже Включу Интереснее Ну да То есть Вроде Как 1-3 А по Нетворсу Так же Как У Аркварден У которого Там Счет 3-0 Добавно Просто Небольшая Разница В Крипстате Дает И вот Возможности Иметь Такой Нетворс Эмбер Немножко Конечно Проигрывает Это Неудивительно Ну вот Сейчас Какое-то Массовое Перемещение Чуть ли Не Войт Идет На Центр Хроносферу Ставить Понимаю Что Сейчас Некровс Это Что-то Реально Может быть Проблем Надо Было Набить Немножко Ждем Явар Пока Просто Фармит Лес То есть Оставляет Линию Где он Своей Спиритом И так Стоял Прекрасно Лесное Дерево Нашел Тут Очень Много Героев Очень Много Героев Этот Партон Тоже Работает Сценку Постарается Любить Ахастом Есть Телекенез Пошел Ахастом Классно Усыпил Боит Хорошая Может быть Хрон Чуть И не По Четырым Героям Но Пока Войт Прыгает Трансферу Ставит Купол Но Но Коммент Но Коммент Касав Титана И Титана Дает Стриг Некров Осу Такой Не Ошибка Большой Но Все Ж Стрик 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 Да Учитывая Что У них Край До Этого Все Было Неплохо Кас Он Прям Так Жена Тысячи Золото Эмбера Обгоняет Трансфера Была Не Самое Плохое Просто Урона Было Мало Туда Вливать Если Посмотреть Урон От Хрон Сферу Вообще Такого Толкового То Нет Титан Там Скиллы Может Скистовать Да Жестко Сплиттер Потом Стомп Нажать После Хроносферы Продлить Дизейблы Но Это Как бы И все Ну По варшот Еще Не густо Как бы Представляем Какую-то Меку Тирогревзы У Некрофоса Представляем Какие-то Может Там Стики Там Капельки И вот Урона То Может Не хватить Прям В самый Последний Момент Аркварден Еще Зараза Качается Ведь У него Мидас Будет Сейчас А Войд У нас Никаких Мидас Не планирует Планирует Брать Масков Меднес И Ну Дальше Там Посмотрим По обстоятельствам Может МКБ Прям Какой-то МКБ Либо КБ Ему Наверное И то И то Баунтер Руна Не успевает Войд Забрать По Вообще Подводить Спириту Неприятно Баши Прокают Серьезно Да Будет Мом Будет Убивать В хроносфере Конечно Сам Аркварден Мидас Взял Какая тенденция Да Конечно Секрет Должны Напрягаться Уже Немножко И все Так Гладко На этой Карте Как на Предыдущей Было Где Все Было Под Контролем Беген Командра Была Уничтожена Здесь Мы Видим Точно Уже Два Героя Которые Убиваю Титана Команды Убили Много Контролев Разбай Телекинез И Ремнант Аркварден Усыпили Но Больше ничего Не делаешь Коносфера Есть Если Водит Придет То Можно Еще раз Попытаться Арквардена Неплохо Сейчас Останавливать Его Очень Легко Убивать Хрона Мом Мом Мекар Брисы Уже Скоро Будут Мека Только Что Появилась Аркана Уже Есть Давным Давно Сейчас Купит Мом Купит Мом Евар И Тогда Уже Можно Будут Хрона Пытаться Ставить Конечно Да Условия Были Комфортные Для Гарантированного Убийства В Хроносфере Эмбера готова ловить Эмбер Без маны Кстати Сейчас Пытается Ботлом Отпиваться Отпился И улетел Трансфера Ставится Новый Спирит Р Сплиттер Пошел Хестом Пошел Но Опять же Не дождались Мома Зачем И понятно И понятно Зачем Титан Здесь Должен Хорошему Умирать Смотрим Парава Но у него Все Есть Тут еще Верка Приходит Но Магис Парава Уже Ой Все Таки Поваршот Зашел Ну Ладно Ладно Тогда Тогда Сойдет Не идеально Понятно Все равно Это Кое-как Да Протрейдились Ой Неприятно Конечно Имбер Спириту Очень сильно Флюкс Его продамажил Надо Какие-то Вышки Сломать Иначе По карте Тяжело Двигаться Акс Подкачивается Хочет Купить Худу В Дефаенс Но У него Уже Полторы Тыщи Золота Может Лучше Все-таки До блинка Как-то Добраться Конечно Вопрос Вопрос Хороший Можно посмотреть Еще на Кэфы Там 2.08 На Зумеров 1.70 На Квинсик Рю От наших Партнеров При матч Это говорит о том Что Потихонечку Они выравниваются И Все больше Верят в Арквардена С Некрофусом Здесь Вот этим Есть рациональное Звено Скажем так Рациональное Объяснение Этому Потому что Резиенты Все-таки Хоть они По Нетворс Как мы видим Не шибко ведут Но Играть Их героями Конкретно В ближайшие Минут 10 Намного Проще Чем играть Героями Дайр У Эмбер Спириты 1600 Золота Еще интересно Что он будет Делать По хорошему Урну Какую-то Наверное Грейжену Нужно было бы Взять Чтобы Чтобы не Краб Откантривать Но у того Грифзы Скоро Того Игреди Появится И Сколько Там Зарядов Нужно Будет Тогда В этой Урне Чтобы Как-то Вообще Убивать Его Дизейблить Этой Урне Продолжает Фармить Сломом Лису Хрансфера Нет Поэтому Понятно Никого Не получится Гуннер Вообще Ничего Не боится По карте Бегает Понимая Что Ничего Ему Пока Никто Не сделает Акс Ну да Бигбай Меняет Свой Блинк Моук Рубик Целка Рядом Находится Аркварден Но я боюсь Что не получится Эмберу И пока Ремонт Не устоит Не хватит Контроля Блинк Готов Появляется И хроносфера Появляется И дживелину Войда Ну вот С этими Предметами Уже можно Хроноставить Какого-то Войда Спирита Убивать Может быть Арквардена Получит Убивать Будем Внимательно Смотреть Все Просто На карте Фармят Вообще Все Коры Пытается найти Маки Парева Парева Сам себя Только что Показал Ак Срывается Хроносферу Ставить Придется Похоже Если хочется Убивать Комом Активирован Был Пытается Найти Фисты Ремнан Чейны Отменяет Телепорт И убивает Войда Спирита Казалось Что не успеет Убить Но в итоге Убили Войда Спирита И Разменяется Башнями То есть В общем Это нормально Для Кминс Они в плюсе Небольшом Потому что Еще убили Третью позицию Оттекал На центре На клона Арквардена Клон Арквардена Незаметно Даже для меня Честно говоря Почти забрал Мид тавер Вот это уже Не очень приятно Учитывая Что у противника Пишка на центре Практически Не тронуто Хоть в боте Сломали В боте Таратопия Понятно Разменялись Да Но то что На центре Вот эта ушка Падала Никто это Не видел Да С этим К сожалению Ничего не поделал Сейчас вот Хроносфера Есть у Войда Было бы круто Где-то Ее воткнуть Лаг Лаг Вау А у меня Ничего нет Я не лагаю Субтитры сделал DimaTorzok 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 бутыл хангер закинул его сбрасывается м говорит давайте попробуем эмпера побить эмбер ну косы то нет косы нет ставить что за ремнан еще один ремнан живет вот спирит дальше получает чейны на фейзах пытается эмбир убежать акс агрит м-ку не умеет еще юл ну вот скоро появится ну ладно уже не ваш не появится неплохой сплиттер у писты забили м.к. главное сейчас не заигрываться позомер стал свой пролетит хрона просто закроет вас убьет надо бежать будет уже летит на аванпост вперед убежать ну ладно немножко отыгрались немножко отыгрались убили акса убили виндрэнджер убили ой да до этого дойдет арквард он так нормально посмотрите как оторвался от по золотишку очень было много времени пока арквардом фармил медальские зал актив что пора возвращаться похоже в лес и фармить бкб зафармливал клон плюс 240 для эмбиром сейчас появится блэкинг бар и возможно даже массовый ну макс игнорирует но в это эмбир точным а.б. будет тяжелее в драке врыв на некра рона про на ставится нарквардена но там frostbite рубик вору их трансфера в ответ в итоге один войд поле не воин таймболка бежать ну решил я вар тут максимально все сделать что ты решил что гуннера получится убить без его помощи без его фронах с очень плохой врыв ставится храна сфера закрывают эмбира эмбира убивают это храна сфере очень классно умно придумано эмбир в таверне храна серого отрас плохая от его ра он реально ворвался один просто frostbite получил и все а так бы наверно арквардена бы убил честно говоря тут но это же охрана о моем штромом наверно бы и вы был бы очень близок этому надо мешк успокоиться принести крю алфу зумерс должен быть довольны они последние четыре минуты на карте перина и на первом месте идут рошан падает рошан акс вроде как рядом но тут столько спарков стоит что ходить равносильно суициду ремнант на титана разбойт на титана стан пытается дать а хостом не успевает можно немножко там подспейсить побегать по развлекать ребят пока будет форме твой ты не придет сказать что рошан падает прям сверх быстро нет а все уже никто на этого рошан не будет ребята просто распределяется по линиям фармит лес маля пытается деньги придется отдать тут ничего не сделаешь нужны пока бешки вот пока бешками игра пойдет немножечко под другому сценарию и войду будет проще и мир спириту будет проще акс тоже хочет пока бы не знаю стоило ли вообще этот пайп покупать я честно говоря вот с каждым разом в этом пайпе все больше и больше разочаровывать как предмете каждый раз когда я этот пайп покупаю на каком-нибудь дарксире вечно я думаю блин лучше бы я купил там аганим или там лотос какой-то как-то все вот его нерфили 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 сейчас получается что как-то вот но такс тоже до купил pipe сколько раз вот он реальную пользу он принес насколько много реально пользу тяжело наверно оценить прям вот реально пользу по и познаешь это же ну вот пока этому где очевидно что ты выжил и все поэтому собственный вопрос не чувствуешь не чувствуешь просто вот импакта я знаю это может как-то странно звучит но я вот здесь уже уже наверное месяца полтора вот каждый раз ты ты играешь с этим пайпом на разных хардерах там на дарксире на каком-то добрю мастере и каждый раз ты думаешь при на вот может лучше не надо пайп по сто раз подумаешь нападает здесь на клон арквардена надо быть немножко осторожней потому что ну понятно что здесь никого нет но вижу тут тоже не вдруг там игроки команды рейден захал делись где-то могут час эмбера поймать реально 1 0 ремн где-то можно ремонт ясно где ремонт как-то про обманывать противника это получает а тут мари а тут пошли телепорты да 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 вот эти тут один стоит шакал по рубику попадает фризис пилд от сэмки больновато эмберу эмбер ремнант остается хрансфера от рубика ставится закрывает тут половину команды унисти крю и прекрасная хрансфера от воида в ответ это еще и блэкинг баре можно пить арквардена расплитер залетел акс дает агар нужно убить арквардена обязательно арквардена убили но это лишь аегис но и погибает не кровь что самое главное но арквардена должны убивать и еще раз джекал вот спирита в рк погибает аркварден остается здесь чуть ли не один дам зарезали его твоя пришла ходит ценку после боя ремнан ставится от вот спирита в надежде хоть как-то помочь в итоге вы спирит про свою позицию показал но поймать его будет тяжело на даксу ману нет или или суши или правда тяжело как-то кривовато за порталился его вата ушел это минус минус 7 фактически выкупилась м к минус аегис минус аркварден хроносфера хорошая была конечно но вот бы к бэшка на высоту идея сразу стало чуть-чуть попроще видим что от хроносфера конечно зависит раз вера хорошая с такими предметами его может работать ты позиция до оказалась и пересекрет его наличие дать башни вот этой на 28 минуте против арквардена надо удивительно что эта башня обще стоит маска есть отчасти недоработка аркварда на что это башня он оставил унар вышел ладно я не уверен что вы здесь убивают правда не уверен будет под молом пока бэк приходится нажимать вот отсюда уходить был спал от но бегает на таймбол надо немножко пока успокоиться дождаться хроносфер не спешить out у зумерс может быть и смысл часы подвигаться по карте постараться напасть акварден затеял покупать манту порт как думаешь зачем аркварден покупает манту знаю если честно может просто чтобы сплитить типа иллюзиями как спать с вами плавить может найти иллюзия можно можно было бы сказать что он покупает манту для того чтобы доджить колл акса но это конечно ну да это прямо квилибристика это такое очень редко можно сделать это на самом деле если ты видишь акса как он себя прыгает это не трудно но обычно акс выпрыгивает тебя из на увижу на поэтому среагировать в такой ситуации практически невозможно вот ну соответственно зачем аркварден у манта здесь непонятно если он хочет что-то себя диспелить может лучше все-таки бы кабы было бы купить но я за арквардена пояснить ничего не могу поэтому я просто потому что я много игр с раквардена видел наверное как и ты вот просто ноутман что-то ну да да обычно обычно много вариантов которым можно купить кто-то пока бы берет сразу кто-то там криты и там какие-то орки днули fire вот это вот сидел тот silver берет кто-то хекс берет даже вот он здесь вот все таки манту решил купить аркварден так активируется смог не совсем понятно чуть вообще за смог такой прям под т2 вышкой напали на рубика дорогу к заберут без проблем без проблем но что-то еще сделать скорее всего не получится или получится есть крана сфера войд после блэкинг бара решил манки king bar забрать тоже хорошая штука счетом большой скорости атаки вот это кстати соблазнительный выбор на воде чуть как никогда не задумывался либо к дтм волка либо 40 атак спида 40 атак спида это же как почти муж этот самый гиперс тоун да сколько гиперс тоун дает а вы прям киперс тоун 60 дает но все равно много и так таймволк получается 4,3 секунды кд я конечно этот талант тоже весьма полезно чуть сильно чтобы оказываться мкб уже есть пар дальше огонь и мод смолк от зуммеров смотреть пока принимает титана на ночь из глимером чуть поживет живет вот вот очень странно поставить неплохой смотреть вот прыгает ведь куннера начинает его просто пинать пар на брезду к б нажимать к б крона в итоге не кровь с одного и закрывает и клона и плохо не убить не кран услышать больше двух минут появляется у зуммеров когда нет хроносферы явно не будут крюсиклю драться может там еще с рошаном как-то повезет после того как ребята 2 заберут они заберут она точно от хроносфера слишком много зависит от конечно и проблема этого драфта нет хороших хроносферы драться здесь не получится или шанса может ворваться с агром но хроносфера это прежде всего окрашен через 20 секунд достаточно быстро то есть не будет хрона это важно можно будет пить рошана хрону не будет еще долго с главного какого-то курьера даже оставить этого рошана смотреть проверять там вы теперь это дочинили пытает шекла прыгает вверх а шекл будет боею боеагонимный байт спирит нажимает еще и руну иллюзий и в итоге нужно к вести крю бежать резко но не тут то было эмбера готов принимать эмбер пока вы не спешите нажимать но придется ну и после пока поэтому драться здесь нельзя что самое неприятное то есть приходится уходить как-то маги спарева врывается дальше на готове и коса акс ворвался прыгает войд на таймолке добивает войд спирита очень классно взрывается р сплиттер и арквардена убивают слушай как все меняется резко как все резко меняется минус 5 казалось бы только ситуация когда нет хроносферы там еле живой уже эмбер у вас позиция идеальная некропос чуть ли не готов замахиваться косой вайда на тут врывается акс ну и конечно я хочу отметить мсс и мы про него мало говорим но он это карте очень много делает шекл шот раз за разом позволяет менять ход драки ну и в 9 зарядов спирит весело мое почтение наверное некрофос не так себе показал как мы ждали вот после этого сокрушительного начала он вроде и накупил много а импакта да чуть меньше чем ожидается type in the force уже упросил я только сейчас заметил что некрофта уже и на дне среди всех коров не считая выкспирита выкспирит уже сверк и борется за выживание экономическая падает три на миде и конечно барате надо забирать очевидно вторую сторону сломать не получится там и аркварден спавнится черт узнает раз вера есть черта узнаешь что сейчас я думаю что они в такой позиции не станут просто драться даже бараки не добрали видишь вот тут реально стрёмно вот кинти крю играют я готов сказать что вот ну для них эта игра она очень тяжелая то есть вот тот геймплей который аркварден заставляет вот использовать да как как он заставляет играть и некрофос тоже который огромный вышел сми да они эту игру и сделали очень и очень трудно так то если посмотреть типа а ну 25 15 один ска преимущество я вас уверяю вот один раз штаны нагадить вот здесь и и все и потом будет очень трудно вот поэтому ну ладно не очень трудно но реально будет просто трудно темп от держать держать темп держать хорошую позицию постоянно думать о том что если ты хроносферу промазал надо уйти там там со смоуков нападать хорошо правильные цели выбирать все в этом духе ну а зубер они просто вот поиграют то есть там клонов постоянно отправляют там скиллами спамят где-то там наставит кучу спарк в райсов вот этих вот что там пройти невозможно ой спирит туда-сюда ездит вот и видишь как они рошаду звезды то есть вроде бы у команды дарь есть все есть хроносфера бкп шки вот 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 все есть но они все равно не идут сюда вообще это что такое я не знаю кстати говоря а гоним на акса я вот так и не но его его много хайпили еще год назад когда выходе но вот как-то дело не дошло это типа массовый battle hunger который ну да но и он там снижает урон в чем фишка по на 30 процентов и это к это круто да открывается на не кром сер сплитер пошел на не крана логично урона очень пока мало по гуннеру нажимаем на сферах варил аркварда тут нам а ясно все ясно все покупать надо покупается рубик ворой трансферу теперь крисе крю вовремя отсюда надо уйти продолжить брк варда нужно стрелять аркварда только сейчас подходит поздновато к столько сни на варку давать прк есть коса на акса акса любить не получается может быть и байба в деле убивает того уже но там они забрали папа под шумок а ясно 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 в чем идея супер-то супер они сейчас просто дождутся хран сферы закроют акварда на игра закончится или будут близко к этому это еще и безогонимого войдут поэтому спойнт бустером этим бегал может быть лучше все таки он выложить бкб положить в инвентарь точнее лучше наверное единственный правильный вариант преимущество при этом не увеличилось на тысячу больных он между 11 и 12 тысяч прыгает туда-сюда массовая гоним и команды к венсе крюм или массовая акса гоним это что-то новенькое конечно абсолютно новое что прикол от этого крана покупает это гоним там него там будет взять массового battle hunger а в том что ты ну как бы в если в поле идет драка какая-то где нет крипов то ну как ты можешь ну типа сбросить себя этот battle hunger ну там блан понятно манты бкбшки же да они же все это позволяет диспейлить вот но если ты battle hunger поражал когда там уже после бкбшек или манты в кд это же реально очень жестко когда дэмэдж срезается 30 процентов урона это 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 очень много так что будем смотреть как это будет все реализовывать фейсла сводится гонимом с манкикинг бара на очень хорошие предметы конечно у его райвара играет 3116 то есть у него нет каких-то там пьянт год лайков или чудовищных стриков по убийствам но нормально придраться трудно в такой игре пара на сервала сфера появляется уже вот-вот аркварден без байбека а войды еще есть возможность как-то ошибиться если они нападут после айгиса восстать из мертвых опа пока не кропос забирая там на стрелик тут евар чуть и утром что не подворовал и евар не боится гуннер в опасности ой-ой-ой-ой гуннер нельзя умирать байбека у гуннера нет шекл залетает в ответ но это не важно гуннер погибает его не будет 80 секунд интересная ситуация настоящий маркварден еще желательно вообще на карте не появляется только клона отправлять так там осмотрю погони за рубиком рубика хрансфер остается может быть закроет но закроет только одного эмбера так что далеко уже не убежать вот у массовый battle hunger пошел и есть убийства и на рубике у спейсит понемножку можно и так сказать а не крающий 50 секунд так снизу ой аркварда настоящего нашли ой-ой-ой-ой-ой вот бежит сюда поскорее имперсис должен просто давать информацию не позволить аркварду на улететь покупая 40 понимаешь ты сейчас арквардена умрет все может закончиться ставить строна закрывает арквардена закрывает сэмку и арквардена убивают минус аркварден его не будет 2 минуты 2 минуты без арка икра все еще нет сэмка еле жива нажимает фризик фил атаксируется сыр в последний момент эмбером есть еще и юл в запасе поэтому все должно быть под контролем будет прыгать дальше эмбер полетел за макис фарева макис фарева уходит на базу там смотрю параллельно убивает рубика с фокус файра рубик также после бай бека и ребята пингуют на крипов по центру понимаю что можно тронуть и приобретать как это видится об левеллер еще остается у воида в рюкзаке так что сейчас его можно переложить увеличится главное не забыть про этот левеллер миллер ловаром . трон поломают цепили не кратко скрывается акс будет часа греть срабатывает диск не кратер к гриб состоится в запасе нет к шрауда грибс и он нажимает убивают не заметили и добивает не кратко левеллер не перекладывается забыл вспомнил вспомнил сейчас пойдет дпс тут 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 у спирит это было улетел долго ждать аркварта на слишком пошел скипать пачки вот тут крип есть один он еще и прицепили и убил легко появляется рука тгг да такая как искал непростая карта вообще непростая просто она со стороны может показаться простой вот людям которые знают много сейчас очень людей есть которые в dota не играют они вот только смотрят и со стороны так вот поглядишь на такую катку душ ну а чё блин фришная для вайда прыгаешь хрона ставишь всех убиваешь а люди которые в доту играют много ну и ну или просто вот играют они знают насколько вот противно против аркварда наиграть насколько четко нужно позицию выбирать вот против таких пиков когда ты играешь вот на таких ответственных персонажах они наверное чувствуют вот это вот напряжение что чуть-чуть вот шаг влево шаг вправо немножечко неправильно сыграл и ты как бы очень много позиций на карте просто будешь давать и команда queen city crew они большие молодцы что это как бы вот так вот выиграли поскольку вот это вот преимущество которое не нарастили они помаленечку понемножечку так шаг за шагом одна драка за другой они аккумулировали все это дело и очень много эпизодов в огромном количестве эпизодов в этой игре они просто были лучше и только поэтому они выиграли то есть если бы они там даже 50 на 50 играли они бы мне кажется проиграли бы это вот пойдем уже спать давайте на сегодня попрощаемся завтра продолжается америка завтра кстати говоря очень классный бортный да там именно потные игры будут именно с лучшими командами группа и группа b так что завтра в 12 по москве ждем вас а пока отправляемся спать кто только проснулся вам хорошего дня кто только ложится спать вам доброй ночи слышимся сегодня ночью пока пока